Доброе утро, уважаемые гости моего канала. Сегодня 22 мая 2017 года, Киевская область. Хочу немножко рассказать вам про голубику. Голубику выращиваю где-то на протяжении 5-6 лет. Были неудачные попытки. И в принципе сейчас достаточно все так нормализовалось, после того, как я, ну сама скажу так, для себя нашла способ посадки и ухода за ней. Значит, первое время, когда я еще не по незнанию, я садила ее просто обычный грунт, заканчивалась это все плохо, она погибала. Значит, затем я, когда узнала про кислый... Ой, игрушки собачьи тут у нас. Когда узнала про кислый грунт, что она в нем должна расти, значит, я выкапывала ямку, туда засыпала кислый грунт, садила голубику. Первое время все было ничего, потом через какое-то время она начинала грустить, переставала расти, урожай вообще, там буквально 2-3 штучки. Ну, в общем, совсем плохо. Вот. И уже на протяжении, наверное, лет трех, вот, я стала высаживать ее в такие большие контейнеры, в которых вот продаются хвойники различные, там, ну такие вот, ну, как правило, это елки, какие-то туи в садовых магазинах. Они остаются, вот, я начала их использовать. То есть, вот такие вот большие контейнеры, они где-то, ну, размером берут чем побольше, конечно. Вот, этот вообще контейнер, вот, если посмотреть на мою руку, вот моя рука, вот какой он. Он тут где-то вмещается, ну, 3 ведра, если высыпать земли. Ну, то есть, ну, тут чуть-чуть поменьше. Ну, в принципе, они вот все вот такие, вот такого размера здесь закопаны. Вот. И засыпаю сюда кислый грунт, специализированный, покупаю. Ну, перемешиваю немного его с иголками хвойными. И в таком вот состоянии зарывается он в землю. Вот, прямо, вот, 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 так вот оно потом все в дальнейшем выглядит. Мульчируется сверху сосновыми иголками. Ну, вот, и, как бы, дальше себе растет. Уход за голубикой, в принципе, в принципе, достаточно несложный. Удобрения я покупаю, опять же, специализированные, ничего не выдумываю. Как правило, оно бывает польское, в таких красочных коробочках. Там, прямо, голубикой нарисовано на них. Значит, вот этим удобрением удобряю где-то до середины июля. Вот, потом уже ничего не делаю, значит, ничего, ничем не подкармливаю. Единственное, что видно, если голубика начинает нуждаться в кислоте дополнительной, у нее начинают краснеть листочки. Вот. Приблизительно вот так. Соответственно, это сигнал, что нужно добавить подкисленной воды. А подкисленная вода за счет или лимонной кислоты, или уксуса. То, что вам больше нравится. Есть еще, как бы, рекомендуют электролитную эту жидкость из аккумуляторов. Ну, честно, не знаю. Мне на что-то, может быть, какой-то электролит очищенный продается, как бы, который можно использовать. Ну, я использую уксус и лимонную кислоту. И еще очень важно в голубике ни в коем случае не позволять пересыхать почве. Значит, корневая система у нее так устроена, она такая, как мочалка. Значит, если вдруг она пересохла, то, ну, сушливое лето, там, допустим, какое-то время не поливали ее, дождей не было, то она может погибнуть, причем процентов 90-100, что это произойдет, потому что там потом ее отпаивать, вымачивать, замачивать, это уже бесполезно. К жизни ее не вернешь. Вот. Подкисление, кислый грунт и своевременный полив. Ну, подкормка, понятно, но, в принципе, это как бы любое растение подкармливается. Навоз, всякие вот такие вот компосты ей не рекомендуют. Поэтому, чтобы я еще не заморачиваться, я просто покупаю для нее разработанное удобрение для голубики. Вот, как видите. Единственное, что, конечно, все-таки насчет морозов, она страдает, конечно, от морозов. Нельзя сказать, что совсем она уже прямо такая, что ей все равно, морозоустойчивая. Веточки отмерзают. Вот. Еще не все отломала, не отрезала. То есть веточки, конечно, отмерзают у нее. Вот. Потом под тяжестью снега они ломаются. Плюс еще у меня тут, вон, собаки в этом плане вредители. Когда здесь заснежено, и, получается, из земли торчат вот веточки, они бегут по ним, в общем, короче. И там уже кто на пути попался, как говорится, тот уже не виноват. Вот. И вот, смотрите, некоторые кустики, ну, как бы это уже не первые их урожаи. Есть маленькие, которые покупала. Вот это лубика Чандлер. Сорта, конечно, тут у меня уже где-то осталась и бумажечка. Вон еще там Блюкроп. Вот эта бумажка осталась. Красивая. Вот. Вот собака. Очень больше всех надо. Да, да, это вы тут все ломаете мне. Вот. И остальные тут и Дару есть, и Эрли Блу есть. В общем, в целом у меня количество раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, шестнадцать кустов. И еще один у меня, как бы тут в санатории пока. Тут один я уже выкопала из вазона. Один пока вот в таком вот он небольшом. Пока он тут на испытательном сроке. Я ним дополнительно ухаживаю. Потому что он у меня в другом месте рос. И что-то он приостановился. И сной прямо такую выкопала несчастную веточку. И пересадила его. В общем, как бы за ним теперь наблюдаю. Вот, в общем-то, как бы если кому-то пригодится такая информация, и у кого-то есть вот такие вот контейнеры, очень удобно. Единственное, что, конечно, со временем, если у вас попался, допустим, такой небольшой, там, ведро или контейнер или что-то, значит, потом, конечно, надо будет выкапывать аккуратненько, переваливать в большую емкость. Вот, и опять закапывать. Ну, как бы она так вроде бы растет. Горшками это не занято. Это клеен, ну, поверхность, я имею в виду, вроде бы как из земли растет. То есть вид вполне приличный. Потому что я, были у меня попытки, закапывала я, устилала клеенкой яму, туда тоже насыпала грунт. Но мне это, честно, не нравилось. Потому что вот эти вот края неэстетично клеенчатые смотрятся. Если пытаешься их как бы так зарыть, вроде бы закрыть эту клеенку, то оно потом со временем, ну, тогда попадает обычная земля, и, в общем, оно перемешивается, до бурьян залазит. Ну, в общем, не нравилось мне. Конечно, если я как бы у соседей вот видела, у них растет голубика, у них сколочены из дерева такие ящики квадратные, которые тоже закопаны до половины в землю. То есть они немного там, грубо, ну, сантиметров на пять, наверное, торчат наружу, может, чуть больше. Ну, вот и зарыты в землю. Изнутри они тоже с клеенкой усланы, там сделаны дырки. Вот, у них вот так вот она растет. То есть, в принципе, если есть какие-то доски, то, ну, горшки, в общем-то, действительно, не все же покупают себе там раз в месяц какие-то елки. У меня вот так получилось. В общем, если у кого-то остаются вот такие горшки, не выбрасывайте их, это достаточно неплохое решение. Кислую землю засыпал, посадил голубику, закопал сверху вот так вот иголками, которые можно насобирать абсолютно в любой хвойной посадке. У нас вот, например, мы сюда едем, когда за город, так у нас вдоль дороги, прям даже несколько таких мест есть. Вышел, мешок накидал, прямо с песком, шишками, со всем. Она потом со временем перегревает. Это дополнительная кислота к грунту. Голубика это обожает. Вот, и потом она, вот в прошлом году, например, был урожай, были такие крупные и вкусные ягоды, как вот в супермаркетах продаются вот эти импортные. Совсем не отличаются. Ну, количество, конечно, не сильно большое, поскольку кустики тут есть такие плодоносящие, есть не очень, есть, опять же, которые пострадали от мороза, от собак. Ну, в общем, как-то так. Если понравилось, реагируйте. Если не понравился мой репортаж, реагируйте тоже. Всего хорошего, до новых встреч.